Это переносное значение слов, либо по-другому фразеологизм. Не только буквы разные писать тонким перышком в тетрадь, учит детей Елена Коцафана. Педагог с 10-летним стажем, она помогает менее опытным коллегам постигать тайны профессии педагога. Институт наставничества, конечно, у нас развит. Каждому молодому специалисту мы прикрепляем опытного наставника, потому что, да, люди выходят после учебных заведений профильных, после педагогических колледжей, педагогических институтов, но есть специфические вопросы, методические, психологические, организационные, на которые могут ответить и помочь в этих вопросах именно наставники, которые имеют высшую квалификационную категорию, которые много что прошли, много с какими проблемами столкнулись и могут помочь как раз молодым специалистам. Елена Коцафана два года назад стала наставником для Натальи Рыжанковой, пришедшей в школу после вуза. Помощь более опытной коллеги для Натальи была очень важна. Наставничество заключается в постоянном патронировании, да, ответом на возникающие регулярно вопросы по методике обучения, по оцениванию, но различные тоже психологические вопросы работы с детьми. И вот на протяжении всего этого периода мы вот с Ильей Вячеславной продуктивно работали. Кроме всего прочего, коллеги совместно принимали участие в различных мероприятиях, что впоследствии сыграло роль в победе на конкурсе «Педагог-наставник». Участвовали во всероссийских, в московских конкурсах. Также мы постоянно с ней где-то участвуем в благотворительных акциях. Детей постоянно вывозим на экскурсии тематические, именно по планированию школьной программы. Наталья Рыжанкова закончила Московский педагогический государственный университет, но даже имея столь солидную базу, на практике сталкивалась с рядом проблем, которые помогала решать наставница. Моменты психологические, то есть как общаться с ребенком, как разрешить какую-то конфликтную ситуацию, как правильно оценить ребенка, особенно в начальной школе, потому что в начальной школе дети более ранимые, дети могут потерять мотивацию, если ты неправильно подойдешь к тем же оцениваниям. И вот эти моменты именно более психологического характера, они вот для меня, наверное, были самыми сложными. Конкурс «Педагог-наставник» проводился в два этапа. На первом необходимо было предоставить максимально полный отчет о проделанной работе и достижениях. На втором – продемонстрировать практические навыки. У нас был открытый урок. Конечно, было тяжело в плане того, что мы только вышли на работу, и сразу надо было дать открытый урок. Наталья Юрьевна подготовила урок, мы подкорректировали, мы проговорили, как лучше. Мы поняли, что мы готовы попробовать участвовать в таком конкурсе, как педагог-наставник. И я была уверена в своей подопечной. И она не подвела. В финале за почетное звание боролись преподаватели из трех школ и четырех детских садов. Но почетное звание «Педагог-наставник» получила Елена Касафана. Так держать. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.